Всем привет! Бонжур! Хеллоу! Начнём, пожалуй, как истинные канадцы с хоккея. Итак, три зелёных свистка. Начали! Сегодня у нас хоккейное обозрение, ледовое позорище из России, новый «Жульен» в «Канадиенс» и матч века «Татары против татар». И кусочек Кубка мира по лыжам, если успеем. Что-то не залазилось в мировом хоккее в последнее время. Лед стал скользким, шлемы жмут мозг, но события развиваются быстрее, чем происходят. И вот удар в родные ворота! И так 20 раз! Это уже, конечно, не новость, но матч хоккея с мячом в Архангельске между «Водник» и «Байкал Энергия» запечатлелся в памяти фанатов. Такое ледовое позорище, когда хоккеисты истово забивают сами себе, да ещё 20 раз достойно большого эпоса. Аннулирование результата, дисквалификации и штрафов 300 тысяч рублей. «Такого позора в истории русского хоккея не бывало и хотелось бы, чтобы его никогда не было». Команда «Монреаль Канадинс» напротив, поражений не терпит. Ну как же не терпит? Сразу же после пятой провальной игры. А для канадцев это молниеносно, решено поменять главного тренера на Жульем, Клода Жульем. Судьбоносное событие собрало огромное количество болельщиков и стоило килограммы нервов для нежного канадского сообщества. Зато теперь с новыми надеждами и отработанными ударами «Монреаль Канадинс» доказывают своё превосходство в хоккее. Вот и результат. Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков вышел на второе место по результативности среди защитников в истории клуба. 38-летний россиянин в матче с «Далласом» набрал 572 очко в карьере. Ну и хоккейная картина мира была бы неполной без первого в Северной Америке хоккейного матча между татарами и татарами. Без булдераба, что означает «только вперёд, но пасарам, гуд бой, стань держать, молодцы!» Идея татарского хоккея родилась в хоккейной столице мира, в Монреале. «Такой хоккей нам нужен!» – решили Марат и Эрик и затеяли кипучую подготовку. Это была даже некотором роде моя мечта – давным-давно собрать всех наших, всех, ну особенности татар, это вообще даже не думал об этом. Оказывается, и в Штатах играют в хоккей много татар, и здесь играют много татар. И как-то идея сама собой родилась, что давайте сыграем в хоккей. Хоккеистов искали всей общиной, звали со всей Канады и Америки. Словом, чтобы две чистокровные татарские команды сошлись в ледовом бою, чтобы это уникальное событие случилось, надо было потрудиться. Все, что касается организации льда, команды, ребят, костюм, спортивного инвентаря, конечно, все это заслуга Эрика очень большая. И его супруги, я хочу очень отметить, Анну Валееву, которая его поддерживала не только морально, но и, как вам сказать, все организационные вопросы они с Эриком вместе делали. Команда «Русский Монреал» есть такая, здесь сборная команда русских, они нам тоже помогли, они нам дали майки, вот, в этих майках мы играли. На майке мы сделали, наклеили флаги татарские, вот. К матчу подошли профессионально и по всем хоккейным правилам. Приветствие, вынос флага, переживание болельщиков. Женщины пришли поддержать своих супругов, дети пришли поболеть за папу, то есть получилась очень даже уютная семейная атмосфера. И вот он, опасный момент, от того, что татарские команды одной крови не сбавило накала страстей и голевых моментов. Ну, все участвовали из татарского общества практически, все, кто словом, кто делом, вот. Ну, нас очень хорошо, много поддерживали люди, так что я очень рад, очень хорошее у нас татарское общество. А татарскому обществу, конечно, повезло с самим Эриком. Он скромничает, а мы скажем, что этого парня сводит с ума запах льда. Раньше он был конькобежец, а сейчас тренирует деток в хоккей уже 6 лет и помогает юным хоккеистам на исторической родине. Бесплатно, то есть даром шлет им форму, дорогущее обмундирование и вообще всячески радеет за спорты детей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Российским лыжникам всего не хватало для победы. Что искренне жаль. Потому что мы хотели пробежать дома, почувствовать эту атмосферу, а сюда очень долго лететь, и мы все и так как бы, ну, подуставшие уже в конце сезона еще, и то, что перелеты очень долгие. В то время, как все тренировались, я, можно сказать, ничего не делала. Ждала ребенка и, конечно, это ощущается. А у остальных участников батла все very good. Победили норвежцы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сегодня откланиваемся. Будьте активны. Оказывается, есть жизни вне дивана. Канадские морозы можно сделать плюсами. Всем счастья и весны! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова